Ребята, а вы вообще, когда делаете лендинги, вот мне просто интересно, давайте попробуем смоделировать ситуацию, когда вы садитесь делать лендинг. В каком состоянии вы садитесь? Вы садитесь в эмоционально подавленном состоянии? Может быть, вы думаете, что люди настолько плохие, не знаю, или... Если вы считаете, что я вот сейчас как-то неадекватно или неправильно оценил ваш лендинг, то напишите, пожалуйста, Костя, ты не прав. Потому что, может, я что-то не понимаю, или я не понимаю вашей логики, или я не понимаю ваших рассуждений, может быть, что-то я не так думаю. Но все-таки по опыту могу сказать, что лендинги – это стандартная структура, ничего сверхъестественного у них не должно быть. Да, есть лендинги короткие, одноэкранные. Зачастую можно продавать одноэкранным лендингом, все. Дополнительные страницы вы делаете только для тех людей, которые просто хотят почитать что-то на лендинге. То есть, если человек хочет просто вернуть, возможно, вернется на лендинг, или ему нужно донести какую-то очень важную информацию, внезапно разрядившийся смартфон или планшет, mp3-плеер, бла-бла-бла, внешний аккумулятор – 2000 рублей. Вот это только крупно сделать и подарок. Все, больше ничего не надо. Ну, да, вот эти все плюшки замечательные на самом деле. Вот это даже на самом деле лишнее. То есть, вот этот заголовок, он ни к чему не… Внешний аккумулятор и все и так знают, зачем нужен. То есть, вот это вот можно перенести в самый низ. То есть, для кого это? Пониже, точнее, вот сюда. Условия бесплатной доставки. Россия. Закажи прямо сейчас и получи подарок. А, вот он, подарок. То есть, ну да. До окончания, бла-бла-бла, мы дарим выбор яркий силиконовый чехол для пауэрбанка. Вот еще одна проблема ваша. Внешний аккумулятор – пауэрбэнк. Надо написать, что для внешнего аккумулятора. Теперь твой внешний аккумулятор, пауэрбэнк, внешний аккумулятор, защищен от царапин и выглядит более стильно и позитивно. Окей. Почему покупают у нас? Вот, кстати, вот это круто. Вот смотрите. Кто знает, где тебе завтра может понадобиться там заночевать или еще чего-то. Вот это все очень круто. Но у вас есть одна проблема большая, ребят, очень большая. Вы никогда не думаете, как это выглядеть будет на мобильном устройстве. Если что, так по секрету говорю, никому не надо, пожалуйста, рассказывать, это очень большой секрет. Сейчас у большинства людей, у 99% людей есть телефоны, и у них есть мобильный интернет. И многие люди реально сидят, не знаю, там даже ВКонтакте, где вы там рекламируетесь. Я уж не говорю про Директ, Эдворс, Google, Яндекс и так далее. Люди сидят с телефонов. Так вот, с телефонов это все выглядит ужасно. Я просто даже сейчас не буду время тратить и открывать. Я открывал какие-то из ваших сайтов, первые, которые были у меня открыты. Как они выглядят на телефоне, это кошмар. Даже мои сайты некоторые выглядят не очень. Но при этом, при всем, нельзя об этом просто забывать. Не буду я уж сейчас разглагольствовать. Давайте дальше. Так, продажа контрактных БУ двигателей без пробега по РЭП. Доставка по всей России. Круто, надо запомнить вас. Так, оставьте заявку, узнать и в стоимость, и наличие вашего двигателя. Модель. Вот это вот мне нравится, вот это круто. Понимаете, точно человек отбирает своих клиентов и узнает стоимость человека. Все, вот это круто, молодец, красавчик. Меня Миша попросил кого-то из вас похвалить, вот хвалю. Красавчик. Молодец, хорошо сделал лендинг. Ну, я надеюсь, сейчас посмотрим дальше. Все виды платежей, гарантия на ДВС, низкий пробег, доставка по РЭП, полный пакет документов. Более... Ну, номинование, это, наверное, двигателей. ДВС из Европы, Кореи. Ну, да. Привезем двигатель на любую марку авто. Круто. Какие двигатели мы продаем? Какую цену, тоже непонятно. Здесь, вот, ребят, тоже, какой момент, вот опять же, у меня будет вот такой вот маленький сайтик, допустим. Я считаю, что если вы делаете там двигатель безнавесного, то сделать просто заявку, которая будет прямо здесь открытой. Потому что узнать цену, это тупо. Тут хотя бы понятно, что человек оставляет, например, заявку на... Кстати, тоже верстка поехала, перехвалил человека. Ну, ладно. Просто-напросто, если человек оставляет заявку на двигатель безнавесного, то просто нужно оставить форму полную. То есть не надо делать кнопку, это лишнее движение. Так, о компании, то, что у вас много народу, отзывы на наших покупателей. Вот девочка купила двигатель. Какой она двигатель купила и за какую сумму она приобрела, и через сколько ей привезли двигатель. Почему говорю такую вещь? Опять же, я открываю с телефона, или я сижу в Челябинске, или я сижу в Шоколаднице в Москве, где интернет хуже, чем в Челябинске, и открывать видео и смотреть я не буду. Второй момент. Я сижу с телефона, я никогда, никогда не попаду вот на эту кнопку. Никогда, поверьте. То есть сделайте просто не 4 отзыва, а у вас 4 отзыва, у вас не 8 отзывов, а 4. А, даже тут их 6. Так вот, 6 отзывов можно поместить просто 4 и 2, и все будет замечательно. Работаем открыто, поэтому можете почитать отзывы на сайтах. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, а вот это нельзя делать. Потому что я опять же листаю просто на айфоне своем ваш сайт и случайно нажимаю на сайт, потом я его проклинаю и закрываю, больше никогда я сюда не попаду. Да и вообще блог ни о чем на самом деле, потому что проще написать отзыв в ok.ru, да, вот каталог там мнения и просто вырезку из нескольких там отзывов о вас. И все, больше ничего не нужно. Полезная информация, часто задаваемые вопросы, как нас найти. Вас найти, видимо, в Москве можно. Вот это, кстати, хорошо, что вы сделали без прокрутки, потому что, да. Остались вопросы, мы ответим на них. Остались вопросы, тогда пусть человек задаст здесь вопросы. Но сейчас по этому блоку я отдельно поговорю. Так. Японский шпиц, сейчас посмотрим. Нет, если вы не согласны, что в шоколаднице интернет, у вас может быть дома хуже интернета, чем в шоколаднице, тогда я вам чисто подружеские соболезны. Японский шпиц, элитные щенки. Ой, как лагает сайт, ребята, никогда не делайте сайты, чтобы они лагали. Вот у меня он лагает, не потому что у меня много открыто, а потому что просто сам сайт такой. Ой-ой-ой. Позитивные, смелые, конечно, белоснежные. Именно так характеризуют шпицы довольные хозяева и заводчики. На самом деле, вот я могу вам зачитать, конечно, что тут написано. Я думаю, вы видите, сейчас я попробую. А я крупнее не могу сделать, потому что тут это на сайте не работает. Боже мой. Ну, короче, верстка сайта здесь просто потрясающая. Я ничего не могу сказать. Уникальная шерсть у представителей данной породы совсем не пачкается. Контрастные черные глаза и так далее. Просто главный вопрос. По каким ключам вы вообще будете рекламироваться? И вообще японских шпицов этих шпицей, или как их там правильно назвать, в общем, щенков этих продавать. Почему? Потому что есть цена там, например, за 55 тысяч рублей. Узнать о покупке Эван Саммити Бити. Вот я лично считаю, что нужно сделать. Вот есть две собачки. Просто тупо повесить сюда видео этой собачки, и у вас ее купят. Пока у вас верстка сайта такая, что я боюсь даже на телефоне открывать. Реально мне страшно. Вот опять эти кнопочки, которые никогда в жизни никто не нажмет с телефона. Да даже человек обычно не нажмет никогда. Это вы думаете, это вы маркетологи же, очень умные. И вы думаете, что чем круче сайт, тем он... Даже нет. Чем больше кнопочек на сайте, тем круче. На самом деле, чем меньше кнопочек на сайте, тем лучше. Потому что на айфоне проще пролистать несколько страниц, чем нажимать какие-то маленькие кнопочки, если что. Даже вот эта кнопочка там не нажмется. Просто достаточно сделать видео. Только, а, вот оно, это видео. Потрясающе. Только почему-то оно здесь, а не вот здесь. И вот эти всякие... Вот это вообще лишнее. То есть достаточно Эваном Бан Саммити Бити. И, короче говоря, вот собаку оставляете, когда родилась, где родилась, и видео, ну и фотографию. Больше ничего не надо. А это все лишнее. Лишнее, лишнее. А ну еще, наверное, нужно что-то рассказать о себе, о заводчиках. Вот и все, больше ничего. А это все как-то... Ну, это трэш, конечно. Трэш. Ну, здесь вроде бы все хорошо, да? Мы уже поговорили о каких-то моментах.